Ощутить магию утро сегодня довелось большой компанией романтиков. Из года в год в августе они выезжают из своих городов и отправляются в Рязань. Фестиваль «Небо России» впервые состоялся 30 лет назад, когда Лев Борисович Маврин и Михаил Малахов, сидя на кухне, решили собрать воздухоплавателей всего мира в Рязани. Получилось. Тот фестиваль стал первым воспоминанием о воздухоплавании Олега Буцкого, в то время 12-летнего мальчишки. Когда мы прибежали на это поле, эти махины стоят, 5-этажный дом, для нас, конечно, это было вообще шоком. И я стою в первых рядах. Ко мне подходит Малахов Михаил Георгиевич, просто хватает меня вот за руку, вытаскивает оттуда, сажает в корзину. Спустя 20 лет Олег, казалось бы, волей случая, стал фотографом фестиваля, потом стал снимать видео, а теперь и вовсе. Воздухоплавание вытеснило все остальные виды деятельности и стало основной работой, хобби и призванием. И так у многих. Ведь однажды, встретив рассвет в полях среди романтиков и искателей приключений, забыть это уже вряд ли получится. Рязань в кругах профессионалов величают столицы воздухоплавания. Фестиваль «Небо России» каждый год собирает лучших из лучших. Основная цель поднимающихся над рязанской землей пилотов – победить в соревновании. Да, если вы еще не знали, воздухоплавание – это спорт. Задания для пилотов описаны в уставе фестиваля. Их много. Мы, например, прямо сейчас выполняем «Вальс сомнений». «Вальс сомнений» – это рассказывается несколько мишеней от двух до пяти, грубо говоря. И пилот сам выбирает, на какую цель лететь. Почти час в воздухе. Максимальная высота – 600 метров, где уже немного закладывают уши. И августовская земля сверху еще прекраснее. Вы только посмотрите на этот утренний свет, как он ложится пятнами на поля Пронского района, на этот изгиб реки. И хотя полет как бы не соревновательный, наш пилот уверенно ведет нас к лучшему результату. После сегодняшнего полета, если бы он был не тренировочно-спортивный, мы были бы первые, скажем так. Потому что сейчас все рассчитывают то, что сильно левый у земли, но его уже нет. Потому что начал раздувать, и все пройдут правее вот этой цели. Когда я только-только начинал летать, ну, грубо говоря, там первая моя цель, в которую я прилетел, была километр разница. А сейчас вот рядышком, тем более в такой, скажем, прям совсем непростой ветер был. Вечерний взлет уже в зачет. И дальше плотный график соревновательных дней, если погода позволит. А тренировочное утро уже задало боевой настрой. И пилотам, и командам. Вы улетели, команда прям, выдохнули. Да, жаришка горит прям сегодня, да. Ну, с одной стороны, это хорошо за счет того, что это тренировочный полет. То есть ребята уже постепенно начинают входить в спортивный режим. Что, собственно, для них будет хорошим тонусом, хорошим таким стимулом уже мыслить правильно, мыслить по-спортивному. Присоединиться к воздухоплавателям можно. Со мной, например, летели москвичи. Они специально приехали на фестиваль. Да здорово, столько эмоций, особенно когда это опускались под солнцем и кидали в цель, чтобы пропасть. Да. И вообще очень красивая игра солнца, поля разные, всякие узоры от тракторов на полях. А я видела, как собирают урожай. В этом году территории для полетов новые. В этих районах участники фестиваля еще никогда не летали и не соревновались. Так что каждый из них еще и первооткрыватель новых пейзажей, живописнейших мест Рязанщины. Кстати, в четверг, пятницу и субботу можно будет не просто наблюдать пролетающие аэростаты, но и повеселиться в районе Спаска. Там пройдет настоящий праздник для зрителей фестиваля «Небо России» с конкурсами и представлениями. Продолжение следует...